МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 40 лет назад на этом месте была пустыня. Сегодня это самый быстро растущий на планете мегаполис в пустыне. Дубай. Когда я впервые приехал сюда, здесь не было ничего, кроме огромной пустыни. Строительство такого города в одном из самых жарких мест на Земле кажется невозможным. Что же придумали инженеры? Чтобы это понять, мы вывернем город наизнанку, обнажим его скрытые внутренние ресурсы, и расскажем об искусственных технологиях, которые позволили инженерам построить эту жемчужину пустыни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В Дубае 8 утра. Температура днем 40 градусов. Но двум миллионам жителей Дубая можно не думать о палящей жаре и о технологиях, которые спасают их от зноя. Самое заметное техническое чудо – Бурдж-Халифа. Более 800 метров высотой он равен двум Си-Эн-Тауэр. Это высочайший небоскреб в мире. Под его стеклянной оболочкой протекает множество процессов. В этой огромной теплице могут жить и работать 35 тысяч человек. Как же они там все не зажарятся? Ответ прост – вода. 700 тысяч литров в день только для этого здания. Найти столько воды в одном из самых засушливых мест на Земле было сложнейшей задачей при строительстве 40 лет назад. В этом городе нет рек, и дожди идут редко. Но в Дубае воды предостаточно. Как же такое возможно? Ответ лежит в горах, в 80 километрах к востоку. Геолог Кэтрин Гуденав отлично знает эту местность. Она с группой ученых работает над созданием подробной геологической карты Арабских Эмиратов. Мы изучили большую часть Арабских Эмиратов. Сделали наблюдение в 30 тысячах пунктах. Нужно ведь исследовать все. Надо изучить каждую тропинку, проехать по всей пустыне, забраться на каждую гору, спуститься в каждое русло. У нас задача изучить всю страну. Работая над картой, Кэтрин обнаружила, что Арабские Эмираты не всегда были пустыней. Здесь, в глубокой горной долине, в Ваде, кругом доказательства того, что в этом месте была вода. Само русло имеет форму клина. Это говорит о том, что долина была вырезана потоком воды. Все камни здесь гладкие, они стали такими, явно под воздействием воды. Два миллиона лет назад климат Дубая был влажным. На месте нынешних небоскребов по плодотворным равнинам текли полноводные реки. Со временем температуры поднялись, и реки высохли. Пустыня поглотила эти земли, и вода исчезла. Но не совсем. Она ушла под землю. И сегодня она все еще течет глубоко под городом. Когда вода движется по Ваде, она течет очень быстро, но когда она протекает между песчинками, галькой, ну и так далее, скорость ее движения замедляется, и она не испаряется так быстро, потому что находится далеко от поверхности. Таким образом, вода может оставаться под землей тысячи лет. Это и стало источником воды для всего Дубая. Этот древний источник дал толчок развитию Дубая. Но теперь он один не может утолить жажду растущего мегаполиса. Сегодня город зависит от огромных заводов, которые превращают морскую воду в пресную. Но подача воды в город и небоскребы, такие как Бурдж-Халифа, задача не из легких. Инженер Джон Звец контролировал установку водопроводных сетей во многие небоскребы города. Если бы мы с вами посмотрели на систему распределения воды в этом городе, то увидели бы тысячи, тысячи напоминающих тарелку спагетти-труб. Вода подается в каждый дом, на каждый уровень, на каждый этаж. Использовать один насос для подачи воды в такое высокое здание, как Бурдж-Халифа, опасно. Для такой высоты требуется огромное давление и трубы могут взорваться. Поэтому воду качают этапами. Сначала в резервуар на сороковом этаже, затем в баке по 800 тысяч литров и так далее до самого верха. после чего вода просто сама стекает вниз. 700 тысяч литров воды проходит через Бурдж-Халифа. И это только за один день. Эта технология используется в городе повсеместно. Джон заканчивает работу над водопроводом в Принцесс-Тауэр, самым высоком в мире жилом здании. Ему нужно подать воду на высоту почти полкилометра. Перед нами резервуар для воды на 79-м этаже. Когда вода доходит сюда, это четвертый этап. объем этого резервуара 300 тысяч литров воды. Если бы можно было взглянуть на водную инфраструктуру, вы бы увидели, насколько велика сеть водоснабжения в таком большом городе, как Дубай. В Дубае более 200 небоскребов, и всем нужна вода. За стеклянными оболочками километры труб. Они засасывают миллионы литров воды в минуту из труб, зарытых глубоко в песке и укрытых от жары. Эти стальные артерии снабжают каждого жителя пятьюстами литрами воды в день. Но лишь малая часть воды идет на бытовые нужды. Основная охлаждает город. В таком городе, как Дубай, кондиционеры, которые охлаждают воздух, разогретые до 40-45 градусов Цельсия, до безопасных температур, просто насущная необходимость. Без этого никак не обойтись. Четыре из этих огромных башен охлаждают воду для кондиционеров. Потребление воды этими башнями на полной мощности составляет около 12 тысяч литров в день. Это 500 литров воды в час. Эта система охлаждения воды работает несколько дней, поэтому температура воздуха пока высокая. Небоскреб Принцесс Тауэр такой огромный, что потребуется две недели охлаждения на полной мощности, чтобы снизить температуру пустыни до комфортных 23 градусов. Без воды Дубай не существовал бы, но инженеры справились с этой проблемой. Самая потрясающая улица Ближнего Востока Шейх-Заэт-Роуд в Дубае. Здесь 50 небоскребов, больше, чем на Манхэттене. И каждый весит четверть миллиона тонн. Но всюду под ними, а также под дорогами и тротуарами лежит мягкий песок. Перед инженерами стояла задача не позволить башням обрушиться. Вот человек, который знает решение, инженер Назер-Назер. Его последний колосс высотой почти 200 метров Бурдж-Сай-Бульвар-Тауэр. Это последний план, не так ли? Когда я приехал сюда впервые, здесь была огромная пустыня. Передвигаться можно было только на машине. А теперь посмотрите. Перед вами стоит один из самых современных и роскошных городов на нашей планете. Бурдж-Сайд Голиаф из стали и бетона. Бурдж-Сайд Бульвар-Тауэр весит около сотни тысяч тонн. Сооружение тяжелое, поэтому необходим прочный фундамент, который выдержит его вес. Но прочный фундамент должен покоиться на прочной породе. На востоке, в горах Хаджар, Кэтрин Гуденов нашла источник подстилающей породы Дубая. Эти горы очень важны для Дубая, поскольку именно из них образовалась подстилающая порода Дубая. Горы, которые мы видим, образовались 95 миллионов лет назад и раньше были дном океана. Но огромные тектонические и компрессионные силы сжали дно океана и вытолкнули эти горы на край континента, туда, где они сейчас и находятся. 30 миллионов лет назад тектонические процессы вытолкнули горы на 3 километра вверх. На протяжении миллионов лет дождевые потоки смывали камни с вершин гор и несли их в сторону Дубая. Здесь они образовали плотный слой. Его видно до сих пор там, где дорога проходит по холмам. Здесь мы видим слой породы, состоящий из округлых камней, таких как этот. Округлая форма этих камней говорит о том, что их принесли сюда реки. Затем потоки воды текли через гравий и начали осаждать карбонатные минералы, такие белесые минералы. И эти карбонаты образовали цемент. Карбонат закреплял булыжники с гор в породу. Сегодня она на глубине 40 метров под песком. Поэтому Дубай одно из худших мест для возведения небоскребов. В обычных странах подстилающая порода находится неглубоко. Вы погружаетесь на несколько метров, чего достаточно для строительства многоэтажек. Вот с чем мы имеем дело, когда проектируем здание здесь. Приходится считаться с тем, что пески довольно рыхлые и цементированные. Я говорю об условиях на глубине 25-30 метров под землей. Чтобы достигнуть породы, команда бурит песок на глубину 35 метров. в отверстие зальют густой глиняный шликер, чтобы они не рухнули. Затем в них опустят длинные стальные клети и закачают 100 тонн бетона. Затвердевшая колонна станет фундаментной сваей. На Манхэттене для такого же небоскреба хватит и нескольких свай. В Дубае же нужно 250. Они спрессовывают землю под небоскребом в прочное основание. Вот секрет высотных зданий в Дубае. Если вы можете себе это представить, то на этом месте глубоко под землей находятся бетонные джунгли с огромными столбами метровой толщины. Под каждым небоскребом их 250. Столбы уходят вниз, достигая глубины 35-40 метров. Для Бурджсайд Бульвар Тауэр требуется 75 тысяч тонн бетона. Но бетонировать при такой жаре просто невозможно. Представьте себе температуру летом. Около 50 градусов в Цельсия. Конечно же, это очень жарко. Если вы начнете утром, к полудню температура поднимется и бетон будет испорчен. Появятся трещины и придется его разрушить. И все начинать сначала. Из-за трещин здание обвалится. Команда Назра работает ночью, а Дубай становится все выше и выше. За последние 20 лет под городом возник целый лес фундаментных свай. Под шейх Заид Роуд больше бетона, чем под любой другой улицей мира. Но без этих свай современный Дубай не существовал бы. Инженерам удалось справиться с задачей построить небоскребы на песке. Но их еще нужно защищать от сильных ведро в пустыне. Дубай любит посещать богатые и знаменитые, а самые богатые останавливаются здесь. В Бурдж-Эль-Арабе, одном из самых высоких и дорогих отелей в мире. Неделя в Семизвездочном дворце стоит 100 тысяч долларов. Высокопоставленные гости прибывают на вертолете. приземлиться здесь нелегко. При ветре 75 километров в час это сложно даже для военного пилота Дона Дугласа. Мы в километре от площадки. Готовимся к посадке. Снова ветер. Снижаемся. Нагружаю лопасти. Возможно небольшая турбулентность. Ветры задувают с обеих сторон здания, смешиваются и это приводит к турбулентности. Мы подлетаем ближе и замедляемся. Сейчас почувствуем силу ветра. Надеюсь, полет вам понравился, мэм? Да, спасибо. Добро пожаловать. Спасибо. Это сильный ветер, но бывает и хуже. Иногда он достигает 130 километров в час. защита здания от ветров другая задача для инженеров. Лаборатория. Здесь тестируют различные проекты. Томас Белл Райт управляет открытой лабораторией, в которой симулируют пустынную бурю. Уверены, что правильно установили луч? Том проверяет блокирование, то есть оболочку небоскребов. Он использует двигатель самолета как ветрогенератор. Этот тест покажет, как здание выстоит перед напастями природы. Если система не сработает, мы выясним причину проблемы. Проблемы. Тест пройдет на предельной скорости до 145 километров в час. В смесь добавляют воду, чтобы заметить мелкие трещины на панелях. Если инспектор увидит следы воды внутри, проект провален. Ну, посмотрим. Как прошло? Все нормально? Да, это необычная проверка. Такой динамичный тест очень надежен, потому что он воспроизводит настоящие погодные условия, которые зданием предстоит выдерживать. Но защитить здание снаружи недостаточно. Самая впечатляющая технология Бурдж-Эль-Араба скрыта от глаз. Сильные ветры, дующие со стороны Персидского залива, могут согнуть и даже сломать бетонное здание. Инженеры защитили Бурдж-Эль-Араб стальной рамой, на стальной основе. Экзоскелет. Это изобретение распределяет силу ветра и стабилизирует сооружение. Внутри скелета находятся амортизаторы. Они движутся против ветра и еще больше уменьшают его силу, так что гости могут потягивать дорогие коктейли, не чувствуют качки. Но если ветры дуют из пустыни, они приносят песок. амортизирует 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 коктейли, амортизирует и в в в в в в Продолжение следует...